Добрый вечер, партнеры! Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Поставьте плюсики, если у нас с вами всё в порядке со звуком. Так, так, жду, жду от вас. Спасибо, замечательно. Значит, звук у нас есть с вами. Ну, я думаю, представляться нет нужды особой. Скажу, напомню, да, что меня зовут Вера Неверова. И мы с вами сегодня проведём нашу конференцию на такую тему. Шесть уровней коммуникации. Это будет первая часть конференции. И вторая, более обширная часть, будет о том, как преодолеть страх общения. Ну, и тогда давайте уже, партнеры, как говорится, будем честными сами с собою. Любой страх, да, наш прежде всего, он должен начинаться с осознания. Вот скажите лично вы себя, считаете ли человеком, боящимся или сбегающим общения в какие-то моменты? То есть лично для вас актуальна ли эта тема, и есть ли у вас такой до сих пор ещё некий страх общения? У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Вот напишите, как лично у вас это происходит. Есть у вас это, присутствует это у вас, или нет, чтобы мне понимать, просто, друзья, для того, актуальна ли для нас с вами эта тема. Конечно, друзья, конечно, и я вас прекрасно понимаю, у всех у нас этот страх присутствует. По крайней мере, я в своей жизни не встречала ни одного человека, который бы сказал, что там, выходя на сцену, или общаясь один на один с другим человеком, или выступая перед небольшой аудиторией, который бы прям вот мог, положа руку на сердце, сказать, да, я вообще не волнуюсь, да, я вообще не боюсь. Я лично никого, вот могу вам сказать, я не знаю просто таких людей, поэтому это вполне нормально, что у нас это есть, и поэтому мы для того здесь вместе, для того мы и команда, чтобы вместе с этим разобраться и вместе попытаться это преодолеть с помощью довольно простых методик, о которых сегодня и пойдёт речь. Ну, для начала давайте с вами всё-таки определимся с тем, какие же вообще шесть уровней коммуникации, то есть шесть уровней общения присутствуют в нашей с вами повседневной деятельности. То есть раз уж мы с вами занимаемся прекрасным делом сетевым маркетингом, да, то единственный навык, который нам нужно приобрести, чтобы сетевой маркетинг был для нас в удовольствии, и чтобы наши кошелёчки с вами толстели и купюрки в них плодились, то вот единственное, что нам нужно сделать для этого, друзья, это научиться правильно общаться. В связи с этим учёными, да, психологами и так далее, социологами, в общем, целой группой лиц выявлены шесть уровней коммуникации. Обратите внимание, друзья, я не зря эти уровни сегодня выделила красным, жёлтым и зелёным, то есть цветами светофора. Это чтобы легче было воспринять, да, информацию. Почему? Потому что как раз вот первые два уровня, вот письмо и письмо плюс видео, почему они выделены красным? Потому что, друзья, запомните, что это самые неэффективные уровни общения. Это я о чём? Это я о том, что письмо или письмо плюс видео, да, это лучше чуть-чуть, чем просто письмо. Письмо, в котором есть видеоссылка, да, к которому она прикреплена, это да, это бесспорно чуть лучше, чем письмо. Но чтобы получить партнёра вот этими способами, да, найти качественного партнёра, чтобы он вас услышал, понял и пришёл в вашу команду, и, друзья, вам придётся перелопатить тысячи и тысячи людей. Но, конечно, на это уйдёт очень-очень много времени. Поэтому, если вы располагаете огромным запасом времени, и если для вас совершенно не важно, когда ваш бизнес начнёт вам приносить вполне ощутимые доходы, да, вы можете продолжать избегать иных, более высоких уровней общения и продолжать спамить людей. Потому что письмо – это в никуда, это общение, по сути, в никуда. Никогда человек, получивший нежелательную от него информацию, без какой-либо предварительной подготовки, никогда, как правило, на неё не реагирует должным образом, то есть так, как хотите вы. Зачастую это ваше письмо может так и остаться, болтаться в ящике того человека, кому вы его отправили, просто таким неким спамом, в который он может никогда и не заглянуть. А ещё хуже, который он может удалить, не глядя, да ещё и занести вас, например, в чёрный список. Нет, конечно, нам это с вами не нужно, правда же? Правда. Поэтому мы с вами стремимся, развиваемся, растём и обращаемся к более высоким уровням общения. Про письма и письма с вложенными видео, друзья, предлагаю вам забыть, либо пользоваться ими в самых-самых крайних случаях. То есть, когда вы уже хотя бы по телефону с человеком предварительно поговорили, потом уже, да, можно будет ему на e-mail, когда вы уже, да, с человеком поговорили по телефону, на e-mail уже потом, да, некую информацию можно уже сбросить, она, поверьте, друзья, будет уже восприниматься гораздо более благосклонно с человеком, с которым вы предварительно хотя бы поговорили по телефону. Именно поэтому звонок и видеозвонок обозначены жёлтым цветом, то есть как приёмы общения, которые позволят вам, ну, скажем так, уже подобраться к такой неплохой, скажем, конверсии, да, то есть обзвонив, а ещё лучше обзвонив по скайпу, да, проведя много встреч в скайпе, конечно же, вы получите гораздо более качественных людей в вашей команде, и вы получите, соответственно, гораздо более ощутимую отдачу от вашего собственного бизнеса. Поэтому хотите прибыльного бизнеса, хотите крепкой команды, пожалуйста, третий уровень общения – это звонок по телефону, и четвёртый уровень общения – более высокий, более качественный, более приятный для обеих сторон общения, то есть как для вас, так и для вашего собеседника – это, друзья мои, видеозвонок. Помимо скайпа есть очень много способов сейчас общаться именно вот в режиме видео в интернете. Поэтому не будьте зациклены только на скайпе, помимо скайпа есть ещё куча-куча инструментов. Но скайп он есть, его никто не отменял, и как самая распространённая такая, скажем, программа в мире, да, для бесплатного общения с другими городами, странами и континентами, есть и очень удобен. Как раз наш с вами любимый скайп. Итак, подбираемся к наиболее интересным, наиболее качественным уровням общения, к моим любимым, могу вам сказать, уровням общения, и надеюсь, что для многих из вас, тех, кто ещё их не оценил, тех, кто ещё их не полюбил, тех, кто ещё боится их применять, я очень надеюсь, что в скором будущем вы этот страх преодолеете и поймёте, насколько же кайфово общаться с живыми людьми в реалии, друзья мои. Да, наш бизнес можно строить, разумеется, и в интернете, не выходя из дома, и вот как раз видеозвонки нам с вами позволяют прекрасно это делать, но, друзья, никогда... Так, слайд не обновился, слайд не обновился, ну, давайте попытаемся обновить, сейчас, секунду. Так, надеюсь, что теперь всё хорошо. Хорошо? Так, и вот как раз про живое общение, друзья. Самое приятное и самое эффективное – это как раз живое общение, потому что мы живём с вами в социуме, мы живём с вами в обществе, мы не живём всё-таки в какой-то изоляции, да, от людей, мы постоянно с ними контактируем. Именно поэтому ценность живого общения, её трудно переоценить, простите за тавтологию, но это так. Это основа основ, друзья, как в нашей жизни, так и тем более в нашем с вами простом, лёгком и комфортном бизнесе. Поэтому про живое общение сегодня, конечно, в основном, речь ему и будет уделена. Но есть, друзья, ещё более совершенный способ общаться. Это просто, скажем так, вершина, это просто виртуозы общения, и все самые успешные сетевики, конечно же, знают этот очень простой секрет. Общение во время еды называется шестой, самый высокий уровень коммуникации. И этому есть лёгкое, простое объяснение, друзья. Издревле люди жили общинами. И, конечно же, живя семьёй, большой общиной, большим родом, был общий котёл, из которого люди вместе кушали, вместе принимали пищу. Поэтому издревле психологически в нас заложено то, что с кем мы делим нашу трапезу, тот человек для нас в определённой мере свой. То есть психологически мы его воспринимаем как человека своего. Мы открыты общению, мы его уже воспринимаем, ну, практически как родственника, можно сказать, да? Поэтому даже если вы вместе не кушаете, либо вы сыты, например, на тот момент, или просто не планируете, да, приём пищи, элементарно, друзья, по чашечке чая. Мало того, что это и деловой этикет, мало того, что это, ну, в принципе, приятно, да, выпить хорошего чая или хорошего кофе в компании с кем-либо. Но ещё и поговорить о бизнесе, да, о взаимовыгодном партнёрстве и сотрудничестве, хотя бы просто за чашкой чая, друзья, вот это верхний, вот высший, эталонный, я бы даже сказала, приём в процессе нашей с вами деятельности, в процессе нашей с вами работы в сетевом маркетинге. Поэтому давайте будем сочетать нашу с вами работу с удовольствием и общаться, как говорится, просто в кайф. Итак, ещё раз зафиксировали, да? Красным выделены самые неэффективные уровни общения, жёлтым выделены уровни общения, ну, которые, да, позволяют развиваться, строить свою команду, но зелёным выделены те самые ключевые моменты общения, которые вам позволят строить ваш бизнес легко, интересно, а самое главное, друзья, быстро. Переходим к следующему слайду. Итак, друзья, как мы выяснили в начале нашей конференции, страх общения присутствует, ну, практически у всех из нас, практически у каждого. И это неудивительно. Есть очень распространённые причины, откуда этот страх в людях берётся. То есть это и семья, это и детский сад, это и школа наша с вами любимая, и, в принципе, общество, и средства массовой информации. То есть порой практически весь образ нашей жизни с самого рождения, он, к сожалению, направлен на воспитание неуверенности. Конечно же, это происходит не специально. То есть, например, родители требуют с детства от нас подчинения, уже потом всего остального. То есть, конечно же, родители не прививают нам это специально, чтобы мы боялись общаться. Но, тем не менее, ситуация довольно распространённая, когда родители требуют полного подчинения от детей, а потом вот мы, да, удивляемся, почему нам страшно по какой-то причине, да, человеку отказать там свою точку зрения, отстоять и так далее, и так далее. Но, друзья, понимаете, вот что действительно неприятно, то, что в нашем страхе общения, в нашей такой некой добровольной изолированности от других, да, заинтересованы наши власти. Вот обратите внимание, что в современных средствах массовой информации прослеживается очень чёткая тенденция. Очень редко вы встретите позитивные и хорошие новости. Правда же, друзья? Правда, это так и есть. Как посмотришь подборку новостей, что в интернете на новостных сайтах, что по телевидению, что в газете, в журнале. Всегда на первых полосах, да, на главных страницах всегда будет там что-то такое страшное, то война, то конфликт, то дефолт, то ещё там что-то, что-то, то все активно муссируют слухи про кризис, друг друга пугают, и всё это, конечно, нарастает, всё как снежный ком. Каждым днём всё страшнее и страшнее жить. Складывается вот такое впечатление. То убийства, то цунами, какие-то ещё катаклизмы и так далее. Так вот, средства массовой информации как раз осознанно, друзья, вот это печально, вот это настораживает. Как раз они осознанно формируют чувство незащищённости у нас с вами. Чувство полной зависимости от очередного так называемого царя-батюшки, который о нас позаботится, который лучше нас знает, что нам надо делать, что нам надо работать по 40 лет в нашей жизни, а потом выйти на пенсию, которая нам будет с вами давать не больше, чем 40% от дохода, к которому мы привыкли. И хорошо, если это ещё так будет, в таком процентном соотношении. Вот. Чтобы мы привыкли думать, что вот только наше правительство, да, или кто-то другой за нас решит все наши проблемы и невзгоды. И таким образом наше общество наполнено запуганными, неуверенными людьми, а такими людьми, как известно, всегда управлять проще. И давайте в связи с этим задумаемся. Им-то это выгодно, ладно, да, нашему правительству и так далее. Но выгодно ли это нам с вами? Выгодно ли это нам? Да, конечно же, нет, друзья. Скорее всего, как раз это нам с вами в жизни очень мешает и в учёбе, и в работе, и в личной жизни, и в достижении собственных целей. Наши страхи, они нам мешают. Они не наши помощники, они не наши союзники. И поэтому, научившись преодолевать страх общения, мы начнём с вами, то есть, прежде чем, да, научиться преодолевать, нам просто нужно захотеть что-то с этим сделать. То есть, забыть о своей лени и начать принимать меры. Раз уж мы это с вами поняли, что это нам в жизни мешает, раз мы это осознали, и самое главное, раз мы это признаём, что этот страх общения, он нам мешает во всех отраслях развиваться, то тогда нам надо взять на себя ответственность и начинать принимать меры. Потому что, если мы сами с места не сдвинемся, друзья мои, никто, конечно же, за нас с вами этого не сделает. Опять же, встречаю такую ситуацию на собственной практике, что очень часто партнёры как бы, да, понимают нашу систему «Семи шагов», всё прекрасно, да, всё замечательно, до регистрации им объясняют, да, какие простые «Семь шагов» здесь нужно применять, да, показываю им это, все всё кивают, понимают, что, да, научиться только общаться, и как только, да, даже список составляют, обширный, большой, хороший список, который мог бы послужить прекрасным фундаментом к быстрому, как говорится, да, к быстрому развитию бизнеса, всё. Как только доходит практически, да, до звонков, до назначений встреч, всё, вскрывается ступор, ступор некоторый, да, проявляется, оказывается, мы боимся, и вот это прям вот кажется буквально непреодолимо, друзья. На самом деле это не так. Но мне хочется вас призвать к тому, что, если вы понимаете, что страх общения, он вам мешает, и если вы готовы делать действие, это одно, но, если же изо дня в день вы только плачетесь вашему спонсору или самому себе, и при этом откладываете преодоление этого страха, значит, вам комфортно, значит, ваши цели и мечты, они для вас не важны, значит, ваша жизнь всё-таки вас устраивает, а страх общения это просто для вас лишний повод поплакаться, пожалеть себя или вообще является выдумкой некой для вас. Поэтому очень важно нам с вами знать, как преодолеть страх общения и, конечно же, применять наше с вами знание на практике. И приступать, друзья, надо немедленно. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на сомнения. Итак, как же проявляется страх общения у нас? Проявляется он по-разному. То есть, кому-то из нас никогда не удается отстоять свои интересы, даже когда мы точно знаем, что мы правы, даже когда в нашей вот с вами ситуации, даже когда мы точно знаем, что бизнес информации, о котором мы можем поделиться с человеком, она принесет массу пользы этому человеку, максимум выгоды. Понимаете, мы это знаем. Но вот страх общения вот нам мешает донести эту информацию. Дальше. Другие не могут выражать свои чувства так, чтобы их партнер мог их понять. Вот так вот почему-то происходит. Да, многие пишут, люди меня не понимают. Ну, значит, мы будем учиться с вами, учиться, чтобы вот эти моменты нам не были помехой. Главное только в этой ситуации, друзья, именно учиться, принять это в себе, простить себя за это, потому что в этом нет ничего абсолютно страшного. У многих из нас есть эта проблема, друзья. Она и у меня всегда была, вот могу вам рассказать случай, да, из своего детства. Я была очень активным ребенком всегда. Всегда. Вот мне нравилось, да, пойти там, разносторонние интересы были, да, это был и спорт, это была и музыка, это было и искусство, это, ну, очень много всего было. И учеба там, многие дисциплины мне нравились, я даже никак не могла определиться все-таки. В технический я вуз пойду учиться, или в гуманитарный, потому что мне было интересно и то, и то, например. Ну, а как только, друзья, вот знаете, как было, выхожу на сцену, и все, и сразу ступор, а на сцене приходилось выступать часто. Потому что я ходила и на кружки на всяческие, и там, и даже на соревнованиях, друзья, мне не давало вот это покоя, мой вот этот страх. Понимаете? Как только выходишь к аудитории, все ступор, все страшно, и рукой пошевелить, и глазами, и сразу кровь к щекам приливает. И вот поверьте, друзья, вот это все было. Все было. Почему сейчас это ушло? Да, я все так же волнуюсь перед выступлениями, перед всеми, даже перед конференциями. Всегда присутствует момент волнения. Но уже нет вот этого ступора, уже нет вот этого прилива крови к щекам. Почему, друзья? Потому что я делала это многократно. Понимаете? Я тоже боялась, жутко боялась. Но, как говорится, любой страх преодолевается, когда мы идем на него, идем на этот страх, несмотря ни на что. И тогда уже с каждым разом постепенно становится все проще и проще. Все проще и проще. Поэтому ни в коем случае в той ситуации, когда вам кажется, что вас люди не понимают, что вы не умеете общаться, если вам это кажется, ни в коем случае не стоит замыкаться в себе, становясь вот таким неким человеком в футляре. И не стоит обижаться на людей, которые вас не понимают. Чуть-чуть достаточно приложить усилия и немножко поработать над собой. Вот. Кто-то вообще, вот, друзья, сейчас наш век интернета, да, он отдаляет человека от человека в некотором роде. И уже многие вот люди, да, не в состоянии просто построить нормальные человеческие отношения в обществе, то есть выстроить социальные отношения. Как будто что-то держит, понимаете, человека в данной ситуации. Как будто что-то не дает сделать шаг навстречу другому. Или наоборот, некоторые из нас вот чересчур тактичны. Есть такие люди, я надеюсь, что вы не являетесь таким человеком, но даже если у вас вот есть такой момент, что вы боитесь, например, возразить или обидеть, сказав человеку «нет». даже если вы понимаете, что для вас там то или иное предложение невыгодно, или если для вас совершенно даже вот бывает неприемлемо, да, что-то, но вот некоторые настолько застенчивы, настолько неуверены, что боимся обидеть человека, сказав ему «нет». вот это, друзья, конечно, если присутствует, то все это преодолевается, смею вас уверить, всему этому есть решение. Многие еще вот когда проявляется страх общения, что многие чересчур скромны из нас, многие очень боятся каких-то оценок, да, со стороны других людей, каких-то там разговоров за спиною пресловутых, то есть, как бы, да, внутри человек и не против стать лидером, и даже в тайне, может быть, он об этом и мечтает, но в реальной жизни он продолжает оставаться вот такой некой серой мышкой, ну, потому что так легче и спокойнее. Итак, давайте переходим все-таки к практическим приемам, как можно преодолеть страх общения и свою неуверенность, друзья. Вот для начала предлагаю вам вот такие два приема в процессе вашего общения, любого общения с близкими людьми, вообще с любыми людьми. Попробуйте не концентрироваться на том, что вот что-то у вас не получится, вести с собой какой-то там внутренний диалог, так, а что же мне ему сказать, а если он сейчас у меня там спросит стоимость стартовых пакетов, как бы мне не запутаться, как бы мне ему там объяснить, что там золотой там стартовый пакет, там он самый, да, для нас выгодный, что бизнес надо выстраивать правильно, начинать с правильных шагов, показать своим партнерам простоту и так далее. Перестаньте, друзья, перестаньте вести вот этот внутренний диалог, бояться там что-то забыть или сказать неправильно, просто сконцентрируйтесь на вашем собеседнике, просто послушайте то, что человек говорит вам, прямо слушайте, ловите каждое слово, воспринимайте информацию, которая идет от вашего собеседника к вам, то есть расспрашивайте его о его интересах, о его жизненных целях, о его приоритетах, о его мечтах, понимаете, то есть сконцентрируйтесь на вашем собеседнике, а не на вашем страхе, который внутри вас и который путает ваши мысли и так далее, и так далее. Будьте открытыми, интересуйтесь искренне, интересуйтесь тем человеком, с которым вы в данный момент общаетесь. Конечно, вот в чате сейчас Вера Викторовна замечательные слова пишет, не забывайте, что к человеку возвращается все, что он излучает. Конечно, закон бумеранга никто не отменял. Если вы будете интересоваться другими людьми, вернее, когда вы будете искренне интересоваться другими людьми и желать им добра, поверьте, и люди будут интересоваться вашей информацией, вашим предложением и воспринимать ее именно благосклонно, а не так, что вы стремитесь, как будто вы на них нажиться, да? Поэтому сконцентрируйтесь на собеседнике и второе, друзья, снимите важность. Снимите важность, то есть это в каком плане? А в каком смысле снимите ее? То есть поймите, что когда вы общаетесь с человеком, что от этого может, да, в вашей жизни страшного произойти? Даже если он вам скажет «Нет, мне неинтересно свое предложение», абсолютно. Ну и что от этого в вашей жизни страшного случится? Что от этого произойдет? Да ничего. Правда же, друзья, абсолютно ничего. Вы как жили, так и будете жить и идти к своим целям, к своим мечтам. Понимаете, вы идете вперед, несмотря ни на что, несмотря на то, какое мнение там у кого сложилось, какие у кого там тараканы в голове, как говорится, это личное дело вашего собеседника. А у вас то все хорошо, вы в прекрасном бизнесе, вы улучшаете свою жизнь. Впереди еще столько прекрасных дней, впереди вполне осуществимые конкретные ваши цели. Понимаете, да, простой вот, как бы, да, перебор, да, нет, следующий. Каждая сказанная нет, как я вам уже говорила на нашей предыдущей конференции, каждая сказанная человеком нет, приближает вас к тому партнеру, который скажет вам да и будет вашим самым лучшим, самым ключевым помощником в построении и развитии вашего собственного с ним бизнеса. Поэтому снимите важность. У вас никто не отберет квартиру, да, если вы вдруг что-то скажете кому-то не так, если вдруг вам человек скажет нет. У вас никто не отберет вашего здоровья, у вас никто не отберет ваши прекрасные улыбки, у вас никто не отберет вашего чувства наслаждения каждым моментом жизни. Вот это важно осознавать всего лишь навсего. И, конечно же, переходим к практическим приемам преодоления страха. И первый практический прием называется два листка. на одном из которых, друзья, вот прям сядьте, возьмите два листочка после нашей с вами конференции, да, или в любой удобный для вас момент времени, сядьте, возьмите два листка, на одном напишите ужасы, почему я взяла это в кавычки, потому что когда вы начнете их писать, вам самим станет смешно, на самом деле, какие же ужасы самые страшные с вами могут произойти в процессе общения с другими людьми. Так вот, ну, например, вас могут закидать гнилыми помидорами. Ужас! Еще какой ужас! Это просто, это же не пережить буквально, это смертельно, да. Ну, я не знаю, еще там, какие козни там вам могут окружающие там сказать, они могут сказать, ой, ты дурак, там, ты или дура, там, ты связалась там вообще с какой-то сектой, тебя надо спасать и так далее. Ужасно, правда? Ну, действительно, это ужасно. Сетевой маркетинг это всем известная секта. Конечно же, я иронизирую, вы это прекрасно понимаете. Так вот, на одном листке напишите вот все вот такие подобные ужасы, которые вам приходят в голову, а на втором листке напишите те положительные моменты, которые вы для себя приобретете, когда избавитесь от своего страха общения. То есть, вы станете увереннее в себе, вы станете зарабатывать больше денег. То есть, ну, куча-куча положительных моментов вам станут притягиваться люди, когда вы избавитесь от страха общения, вы просто будете поражены тому, насколько люди-то вокруг оказываются доброжелательны, и насколько много людей готовы вас поддержать, пусть даже не в вашем именно бизнесе, да, а как раз просто даже вот в жизни, в любой ситуации, вы увидите, насколько прекрасные вокруг вас люди. На самом деле, когда вы избавитесь вот от страха и неуверенности, вы научитесь отстаивать собственное мнение, вы вплоть до того, что даже начнете извлекать из этого материальную выгоду, когда, например, вы приходите на рынок, да, и вы не боитесь потребовать там какую-то скидку, да, или как-то поторговаться, да, это принесет вам определенную материальную выгоду. Общаясь корректно, почему нет, вы имеете на это полное право, то есть использовать такую возможность для себя. Кто вам это может запретить, да, никто. Корректно общаясь, друзья, и не боясь этого делать, вы приобретете вот просто массу таких выгод, о которых вы даже раньше возможно и не подозревали даже, друзья. Это на самом деле так. Поэтому подумайте над этим вопросом, домыслите все сами и напишите вот как раз на втором листке все положительные моменты. И теперь, глядя на эти два листка, после того, как вы это сделаете, на одном перечислите все так называемые ужасы в кавычках, а на другом все положительные моменты, вот, положите два листка эти рядом и сравните, и посмотрите, что перевешивает, что лично для вас более важно. Страх перед оценками окружающих или ваше будущее душевное спокойствие. Что для вас важнее? Страх или психологическое равновесие и жизненный успех? Страх или достижение ваших целей всех жизненных? изменения жизни многих-многих последующих ваших поколений? Вот, что для вас важнее, что лично для себя вы выберете, вот так, друзья, и поступайте. И после этого, как вы сделали свой собственный выбор, свой собственный правильный лично для вас выбор, вот после этого вы берете менее важный листок и сожгите его, прям некий такой небольшой ритуал проведите, сожгите его, а пепел этого листка развейте по ветру, а более важный ваш листок повесьте на стенку или под стекло положите, если пользуетесь, да, стеклом на вашем письменном столе, и регулярно перечитывайте вот эти положительные и позитивные моменты, которые вам приносят общение с другими людьми. Вот это, друзья, и будет ваш личный жизненный выбор. Так, второй момент, друзья, это постоянное общение с незнакомыми людьми. Вот сейчас, да, на моменте, на этапе преодоления страха общения, нам важно не качество, нет, друзья, не качество контактов с окружающими, а как раз вот здесь нам важно количество, поэтому практикуем, друзья, постоянное общение, и для этого прекрасно как раз и подходят незнакомые нам люди, таксисты, продавцы, консультанты, соседи по подъезду, с которыми вы, живя, может быть, там уже 5-10 лет прожили, да, и до сих пор ни разу не то, что не заговорили, а даже быть может и не поздоровались, так пора начать, друзья, вы будете приятно удивлены, еще раз вам говорю, какие вокруг вас оказываются отзывчивые, общительные и просто хорошие люди живут, соседи по подъезду, ваши попутчики, да кто угодно, просто прохожий, да, к которому вы обратились, чтобы узнать, да, дорогу до какого-то учреждения поблизости, да, которая находится, поэтому ваш девиз на ближайшие месяцы обменяйся хотя бы двумя-тремя фразами, хотя бы с двумя-тремя незнакомыми людьми, и вот это, друзья, надо делать каждый день, но на ближайшие месяцы, это я, наверное, даже, может быть, большой взяла период, но вот 21 день, друзья, психологи уже давно подсчитали, что действие, которое мы повторяем в течение 21 дня каждый день, оно становится привычкой, поэтому возьмите прям себе за правило вот в течение 21 дня вот как раз обмениваться фразами хотя бы с двумя-тремя незнакомыми людьми каждый день, и здесь главная регулярность, как я уже сказала, потому что те привычки и те наши страхи, которые у нас сформировались на протяжении всей жизни, конечно, за 1-2 дня, друзья, их не поменять, я думаю, все вы это прекрасно понимаете, на это нужно потратить некоторое время, но представьте, 21 день, и вы будете совершенно иначе общаться, и вы станете успешным в нашем с вами бизнесе, и вы сможете с командой единомышленников, которых вы приобретете благодаря вашему новому навыку общения, вы придете к любой вашей цели и к любой вашей мечте, и, конечно же, огромное удовольствие, я уверена, вы найдете в том, что вы поможете сотням, тысячам, десяткам тысяч других людей прийти и к их целям тоже, вот от этого, уверяю вас, вы получите ни с чем несравнимые удовольствия, поверьте, друзья, конечно же, будут моменты, да, такие, не могу или не хочу, но здесь уже все будет зависеть от вашей самодисциплины, и сила вашей настойчивости, и тот самый список ваших мечт, ваших целей, друзья, вот это будут ваши помощники, ваши цели, ваши мечты, ваша настойчивость, и ваша ответственность за ваше собственное будущее, вот это ваши первейшие помощники в нашем с вами довольно простом легком бизнесе, и, конечно же, в преодолении страха общения, и, друзья, не предъявляйте к себе сверхвысоких каких-то требований, не надо этого делать, вы должны гордиться каждым вашим шажком, каждым вашим шажком, буквально, заговорили там, например, с продавцом, вот, к примеру, постоянно общаться с незнакомыми людьми, что это значит, зайдите, например, в любой отдел бытовой техники, и попросите продавца консультанта вам рассказать, дать подробную информацию о каком-нибудь устройстве, например, о каком-нибудь красивом там дорогущем телефоне, или о каком-нибудь планшете, я не знаю, да хотя бы о мультиварке, не важно, собственно, главное сделать вот это, да, не покупая ничего, просто получить консультацию, расспрашивайте консультанта, пусть он вам даст как можно больше информации, задавайте вопросы, а потом поблагодарите его, и просто выйдите из этого отдела, поймите, вы имеете на это полное право, и вот так, даже вот таких малых шагов начав, друзья, вы очень скоро поймете и осознаете, что страх общения, он куда-то, пусть даже не совсем испарился, но он куда-то отступил, он уже так не доминирует над вами, как это было раньше, и, конечно, друзья, здесь вот очень здорово читать книги, или смотреть фильмы, смотря, как вам комфортнее информацию воспринимать, вот напишите сейчас в чате, как для вас лично информацию воспринимать более приемлемо, да, как до вас лучше доходит, по-русски говоря, когда вы читаете или когда вы смотрите кино, или когда вы на слух слушаете, вот как для вас, что для вас вот более такой, да, полный объем информации, вот остается в вашем мозгу, после чего? После книгов, после книг, после фильмов, или после аудиозаписи, например. Так вот, друзья, я спешу вас обрадовать, что сейчас полно книг, очень много фильмов снято, и есть аудиозаписи, пожалуйста, по позитивному мышлению как раз. Если есть книг, то это, например, Наполеон, Хилл, классика жанра, Наполеон Хилл и его книга «Думай и богатей». К примеру, да, есть еще огромное количество подобной литературы, поэтому выбирайте автора, чьи слова ложатся вам на душу легче всего и читайте перед сном хотя бы по нескольку страниц. Или посмотрите фильм «Секрет» в Ютубе, или фильм про цветание. Пожалуйста, то есть выбор не ограничен. Но вот, ребят, делайте это, и это тоже вам поможет преодолеть тот самый страх общения, о котором мы сегодня говорим. И позвольте себе несовершенство, как я уже сказала, не бойтесь ошибиться, не предъявляйте к себе сверхвысоких требований. Гордитесь собой, друзья, гордитесь, что вы делаете этот шаг, вы преодолеваете себя. И наш с вами девиз должен быть всегда «Сегодня я лучше, чем вчера». «Сегодня я хоть чуточку, но лучше, друзья». Хвалите себя за каждое вот такое общение с продавцом, с таксистом, за каждый сделанный звонок, а уж тем более за видеозвонок, а тем более если вы назначили встречу, сходили на нее, провели ее, как бы с каким результатом эта встреча не закончилась, хвалите себя за то, что вы это делаете. Потому что эти действия простые, друзья, они вас как раз к успеху и приведут. И, конечно же, читайте аффирмации. Читайте аффирмации. «Я лучший, у меня все получается, вокруг меня прекрасные люди, я достигаю всего, чего желаю, и любые, любые вот такие позитивные утверждения должны стать вашими спутниками на любом этапе вашей жизни. Принимайте душ, читайте аффирмации, чистите зубы по утрам, по вечерам, читайте аффирмации, готовите еду, читайте аффирмации, ваша еда от этого станет еще вкуснее, поверьте, потому что все вокруг нас энергия и какую энергию мы транслируем в окружающий нас мир, ту энергию мы и получаем, поэтому даже когда мы готовим кушать с позитивными мыслями и с позитивным настроем, друзья, это напрямую даже и на качество нашей пищи, на ее вкусовые свойства, на то, как она усвоится, какую пользу принесет нашему организму, все на все влияет и источник всего, он как раз у нас самих друзья. Так, поэтому, поэтому и, конечно, относитесь, как я уже сказала, снимайте ту самую важность, относитесь ко всем вашим встречам, где вам сказали нет, относитесь к этому философски и с некой долей такого цинизма, опять же, вы не корову проиграли, от вас не убыло ничуть, но, друзья, вы приобрели и с каждым разом приобретаете бесценный навык, который сделает вас богатым, преуспевающим и всесторонне развитым человеком. В процессе любого общения вы как раз и приобретаете этот бесценный навык общения, который вам поможет в любые жизненные ситуации и в любой жизненной сфере. перед ситуацией то есть когда вам предстоит встреча с кем-то перед ситуацией читайте аффирмации то есть настраивайте себя положительно я смогу это сделать я имею на это полное право я могу помочь человеку я знаю какой у нас прекрасный замечательный бизнес главное прибыльный я смогу помочь многим многим людям у меня все прекрасно получается и сейчас я это сделаю то есть различные какие хотите аффирмации про себя читайте это перед встречей во время самой встречи друзья говорите громко и четко конечно кричать не нужно повышать голос не стоит но громко и четко старайтесь вот тоже за этим со временем это к вам придет вот это уже будет у вас на автомате просто попробуйте не избегайте друзья смотрите партнеру в глаза то есть зрительный контакт между вами и вашим собеседником он должен быть обязательно зрительный контакт улыбка друзья тоже обязательно не обязательно улыбаться да как пресловутая собака улыбака 33 зуба нет просто доброжелательная улыбка хотя бы даже уголками губ не более того поверьте ваши глаза ее будут транслировать во много раз сильнее во много раз больше открытые жесты тоже мы с вами на прошлой нашей конференции про это говорили то есть держитесь свободно держитесь раскованно не вальяжно конечно но открытые жесты их никто не отменял ваш человек почувствует что вы для него друг а не враг и воспримет вашу информацию любую конечно же лояльно спокойно и с интересом и не забывайте про себя понимаете когда вам кто-то да что-то говорит с чем вы не согласны внутренне или это противоречит вашим жизненным принципам не стесняйтесь говорить слово нет друзья всегда спрашивайте себя выиграете ли вы или проиграете спрашивайте себя не идите в разрез собственным мнением вы ценность вы и ваша жизнь для вас это наивысшая ценность должна быть не интересы чьи-либо а лично ваши интересы никогда не забывайте про себя и не ставьте на себе крест вы уникальный вы самый лучший вы идете вперед и вы даете ценность нашего прекрасного бизнеса другим людям вы проводник из мира бедных в мир богатых успешных изобильно живущих людей помните об этом вы для себя сам являетесь проводником из мира вашей мечты к вашим жизненным благам понимаете поэтому цените себя любите себя и друзья не извиняйтесь понимаете вот иногда такое получается что репетируем да с человеком звонки извини это тебя беспокоит тот-то тот-то узнаете друзья себя вот по первости да когда мы начинаем учиться делать звонки правильно извини это тебя беспокоит тот-то тот-то а в чем вы извиняетесь вы намереваетесь сделать человеку очень ценное предложение которое полностью изменит его жизнь которое даст ему право дышать полной грудью не считать копейки от зарплаты до зарплаты позволить себе и своей семье все буквально человек сможет благодаря вашему предложению поэтому не нужно излишних вот этих извинений просто и всегда благодарите не забывайте человека благодарить встретились да пусть даже он сказал вам нет поблагодарите его потому что в этот момент вы получили от него опыт вы стали чуточку лучше как раз о чем мы с вами говорили вы стали благодаря этому человеку который вам и сказал да парадокс но вы стали успешнее чуточку успешнее благодаря ему поэтому не становитесь агрессивным вот это конечно нужно контролировать себе ведите себя спокойно и уверенно потому что агрессия как раз это обратная сторона неуверенности в себе ведь ваша цель наша с вами цель не в том чтобы обидеть другого человека не нужно умалять значение вашего собеседника или оскорблять его не дай бог конечно не нужно умалять полезность того дела которое он делает если человек работает по найму не нужно никоим образом говорить ой какая там у тебя ужасная работа а вот придешь к нам и будут у тебя и деньги и куча свободного времени ни в коем случае друзья не нужно это делать всегда уважайте того с кем вы общаетесь покажите ему вашему человеку что вы уважаете его позицию и уже после встречи друзья всегда похвалите себя за полученный результат за любой не получился тот результат на который вы рассчитывали похвалите себя уже за саму попытку ведь вы сделали очень важный шаг вы побороли собственный страх и неуверенность когда первым сделали шаг к общению и уже через несколько дней друзья следуя вот этим простым советом вы заметите что проблема неуверенности она для вас больше не стоит она постепенно начнет исчезать сама собой то есть вы уже не будете задумываться лихорадочно над тем что вам сказать как отстоять свое мнение как донести до человека и у вас станет все меньше вот таких провалов и наоборот начнет расти список ваших достижений и начнет расти и самое главное ваша команда единомышленников поэтому друзья я вам желаю комфортного и приятного общения и благодарю вас от всей души что этот час мы провели с вами вместе спасибо каждому из вас поаплодируйте сейчас друзья сами себе я вас призываю к этому похлопайте сами себе вы молодцы я горжусь каждым из вас я верю в каждого из вас друзья преодолевайте себя и все обязательно получится до следующей встречи пока пока